Приветствую, друзья! Кроме целой кучи относительно бюджетных решений, в новой линейке наушников от SIMGOOD присутствуют экземпляры, способные потягаться за звание лучшего звука в среднем или даже в высоком ценовом сегменте. Самый топ мы пока, наверное, трогать не будем, а вот более-менее доступные SIMGOOD EA1000 просто обязаны внимательно рассмотреть. Базируются они на одном, но буквально напичканном уникальными технологиями динамики, полностью сделаны из металла и предлагают нам целых три заметно отличающихся настройки звучания. В том числе, естественно, и всеми любимый Harman. О них сегодня и говорим. Собственно, поехали! Пришла модель в интересно оформленной картонной коробке с перечнем фирменных акустических технологий, тремя заводскими графиками АЧХ и перечнем их технических характеристик. Где стоит отметить, что базируются наушники на хитро сделанном 10-мм динамике в связке с неким пассивным радиатором. Чувствительность всей этой конструкции составляет 127 дБ, а импеданс 16 Ом. В комплект нам положили макулатуру, удобный плотный бокс на магните, целую кучу сменных колец, две пары фильтров и два набора силиконовых амбушюр, разницы между которыми я, честно говоря, так и не смог обнаружить. Кабель же здесь просто фантастический. Он толстый, витой, с блестками и сопротивлением на каждый жил равным 0,24 сотах Ома. Последнее, конечно, слегка настораживает, но кабель действительно отличный, менять его стоит разве что на балансный. Сами чашечки небольшие, тяжеленькие, с фирменной эмблемой, двумя отверстиями для компенсации радиатором и средним по величине откручивающимся звуководом. Который здесь, кстати, и выполняет роль сменных фильтров. Всего таковых три с белым, красным и черным кольцом уплотнения. Смотрятся наушники солидно, сидят удобно, да и вес, как все знают, это главный признак надежности. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас достаточно быстрый, с хорошей амплитудой импульс, незначительные расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие 1,1%, что немного выше нормы. Фаза ведет себя естественно. Затухания на 30 и 60 дБ составляют стандартные уже значения, без каких-либо серьезных возмущений. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 7 или 8 дБ в зависимости от используемого фильтра, естественный такой переход на середину и выделение области разборчивости на 10, 12 или даже 13 дБ. После чего идет пик имитации ушной раковины, еще один на 8 кГц для усиления резкости звучания и парочка на 13 и 16,5 кГц, дабы насытить звук воздухом и подчеркнуть различные перкуссионные моменты. Настройку с белым и черным уплотнителем я естественно оценил, но больше всего мне здесь понравилась реализация кривой Хармона. Вот с ней все реально максимально гармонично. По подаче же Симгот Е1000 нам предлагают предельно быстрое техничное и чуть ли не идеально чистое звучание. Скорость, драйв, прозрачность и слегка подчеркнутая агрессия это то, что точнее всего описывает их характер и соотносит, как говорится, с имеющимися конкурентами. К примеру, те же HIDIS MP145, Binary Chopin или T-Audio Hype 2 лишены столь значительного уклона в светлую сторону, отчего кажутся медленнее, чуть менее разборчивыми, зато комфортными и в акустическом смысле гораздо лучше сбалансированными. Да, герои обзора значительно ярче, причем с любыми установленными фильтрами, однако это грамотно обыграли с еле ощутимым аналоговым смягчением и приятной слуху и естественной массивностью. То есть здесь не только драйв, угар и рок-н-ролл, но и хорошо обозначенная мелодика, экспрессия и та самая оценимая многими аудиофилами магнетичность звучания. К другим их достоинствам вполне можно отнести прекрасную артикуляцию, динамику и просто высочайший уровень прорисовки даже самых мельчайших нюансов. При этом они не скатываются в очевидный перешарп или пиксельное месиво, а грамотно балансируют между целостностью образов и точностью их передачи. Сменные фильтры конечно привносят некоторое разнообразие в подачу данных наушников, но как я уже озвучил, они в любом случае звучат ярко, очень прозрачно и просто сверх технично. Агрессивнее всего мне показались позолоченные фильтры с белой резиночкой. В такой конфигурации наушники могут понравиться всем ценителям послезвучия, протяженности на верхах и существенных таких акцентов на перкуссионной составляющей. Но здесь, к сожалению, меньше всего веса у музыкальных инструментов. Фильтры с черным уплотнителем, на мой слух, дают куда более телесный, насыщенный и относительно безопасный звук. С ними уже можно слушать не только атмосферную электронику, рок или, например, тяжелый металл, но и различные академические стили, мультиинструментальный джаз, грязный чернокожий блюз и остальные вокально или мелодико ориентированные жанры. Ну и максимально естественный и предельно комфортный звук мы получаем накрутив на звуковод фильтры с красной резиночкой. Это кстати и есть та самая реализация хармоновской кривой. Но даже по графику здесь видно, что пик на 8 кГц немного выпирает над всем остальным диапазоном, а следовательно местами что-то может резануть или даже уйти в небольшую перегрузку. Сам я естественно остановился именно на них, как максимально мелодичных, массивных и гармонично сочетающих в себе скорость, разрешение и музыкальность с ее притягательной такой пеучестью. Хотя и в данном случае из-за небольшого смещения баланса в светлую сторону сравнить их толком-то и не с чем. Рядом с ними огромное число наушников начинают казаться какими-то слишком расслабленными, немного мутными и, скажем так, притемненными. Те же T-Audio Hype 2 на фоне E1000 местами совершенно не вывозят. А вот в сравнении с EPS 530 или Yandine Moonlight, то героев обзора прямо очевидно чувствуется тот самый дисбаланс, излишняя яркость, чрезмерная агрессия и значительное такое затенение все нижние части средних частот. Хотя то и понятно 7 год стоят более чем в два раза дешевле, но именно этот эксперимент и доказывает, что в один ряд с топовыми решениями E1000 ставить пока рановато. Куда ближе они, наверное, к уже предфлагманским EPS 520. Четкость и выразительность там вполне сравнимые, однако чуть лучше с балансом и немного хуже с весом и общей настройкой звучания. Ну и во избежание, так сказать, хочу предупредить, что у героев обзора один, хотя и очень крутой, динамический драйвер. А значит, на фоне балансной арматуры он, конечно же, будет уступать и в точности, и в разрешении, и в динамике. Тут физику никак не обманешь. Разбирая по частотам, здесь довольно объемный, глубокий, с неплохой передачей текстур бас, слегка легковесная, однако сочно объемная и чуть-чуть агрессивная серединка и просто великолепный по своей разборчивости и протяженности верха. Подача скорее с огоньком, без уклона в комфорт или бархатистость, но звук насыщенный, с неплохой телесностью и предельно возможным разрешением. Какой-то особый усилительный тракт им, очевидно, не нужен, так что их вполне можно взять даже на вырост к какому-то бюджетному источнику. По стилистике ограничений тоже нет. Слушайте хоть джаз, хоть какой-нибудь гаражный рок или симфонический оркестр. Что же касается тембрального объема и прорисовки сцены в глубину. И с первым и со вторым здесь, если не идеально, то где-то уже достаточно близко к тому. Жаль, не были бы они настолько светлыми. Это был бы почти идеал. Итогом, динамические наушники Симгот ЕА1000 прекрасно сидят. Имеют легкую такую тяжесть и приятный холодок от металла. Кабель в комплекте просто превосходного качества. Целых три пары фильтров. И что еще ценнее, у них просто невероятный, как для динамического излучателя, уровень прорисовки, динамики, драйва и разделения инструментов. При этом бас здесь не лишен глубины. Серединка объемная и весомая. А верха дают прекрасную протяженность и чуть ли не идеальную разборчивость. В минусы лично для себя я вынес только заметный такой крен в светлую сторону. Ну и как следствие смещение всего баланса частот. А вот в плюс максимально точное соответствие той самой хармоновской кривой. Которая, как вы скорее всего знаете, имитирует ровное звучание акустики в хорошо подготовленной комнате. Что сказать, отличный звук для ценителей драйва, агрессии, высокого разрешения и прозрачной такой чуть ли не кристально чистой атмосферы. Не то конечно, что я обычно выбираю, но наушники действительно очень хорошие. А на этом у меня все. Это были наушники Симгот Я1000. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подписывайтесь. Всем, друзья, добра! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok